всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня поговорим о критерии истинности сначала я прочитаю следующий комментарий татьяны сухановы кролику святость от покрывала или покрытия женщины головы все истинно сказано но не добавить не убавить как хорошо слышать то что принимает сердце наверное это и есть критерий когда ты слышишь истину то твое сердце радостно ее принимает а вот если нет то тут и сомнения и вопросы и неприятия я вот конечно статья на и не совсем согласен критерий истинности так как у человека умное сердце то есть анализирующие и чувствующие такая . опоры личностного я то критерий истинности конечно же это в плане если познание истины а истина это бог а бог есть любовь и добро из критерий истины критерий добра очень прост во первых сама истина это то что есть а истина ты любовь свободы и бессмертия и вот это любовь свободы и бессмертия на просто есть бог не может не быть богом он не может перестать им быть веруем мы как говорят в бога не веруем от этого бог никуда не пропадает и не появляется соответственно верим мы или отрицаем бессмертие она просто есть потому что бог есть и он бессмертен и все его бытие бессмертно это весь видимый иллюзорный тленный мир внутри вечности лишь создан для того чтобы мы познавали добро и зло до чтобы мы о чем-то задумывались это просто школа жизни это классы из которых мы из одного в другой переходим поэтому это то что есть свобода это то что есть это то чем является бог вся его природа и мы в том числе ибо бог всячески во всем и он все это сотворил да мы просто свободны там мы можем отвергать свою свободу мы можем стать добровольно рабами по плоти и по духу кому-то да или чему-то греху в том числе да но свобода просто есть мы и обладаем если я сегодня захочу и начну избирать только добро не душит в себе свою свободу да я становлюсь свободным не становлюсь а я проявляю эту свободу она есть во мне но отрежься даже от свободы это мой выбор значит остаюсь свободным хочешь не хочешь замкнутый круг я свободен это моя природа даже стать рабом это мой выбор это мой выбор на все свободен выбирать просто я если я свободный я счастливый если я выбираю не свободу я становлюсь рабом и становится просто несчастным но выбор мне никто не отнимает ну поэтому тут просто слова свобода выбора обычно тогда добавлять уж свободу я подруга уже как сущность бытия а можно как свобода выбора да от нее вообще невозможно избавиться она просто есть это я выбираю даже рабство это я выбираю казалось бы я раб но это я выбрал собственное рабство до быть послушным рабом там системе ничего никому не возражать это я выбрал это рабство системе но аж любовь поступать другим так как я хочу что поступали со мной наоборот никому ничего ничего не делать того чего не хочу чтобы делали со мной особенно проецирует она вечность это тем более мой выбор именно от этого зависит мое благо и опять это просто есть меня бьют мне больно я несчастье меня гладит мне приятно я испытываю удовольствие от просто бытие она просто есть это сущность это просто природа это просто бог всячески во всем хотим мы не хотим невозможно от этого избавиться невозможно это изменить невозможно поменять свою природу так что тебя будут бить выбивать зубы и ты будешь радоваться улыбаться и смеяться и веселиться испытывая счастье от от боли от боли невозможно испытывать радость и наоборот самый злодей заметьте улыбка бывает диспуты жесткие у людей да но один человек улыбнулся даже тот человек такой говорит другой улыбнулся у того улыбка растягивается заметьте два противника два там дебатера стоит да посмотрите какие-нибудь видеозаписи вы увидите на улыбку автоматически у другого человека улыбка появляется это удивительно меня гладит хочешь не хочешь мне приятно да мне может быть неприятен человек уже психологически на меня это действует как-то неприятно но по сути прикосновения по идее доставляет мне радость до нежное прикосновение если меня колет я влюбью там прижигает мне больно это да то есть также наоборот если не прижигают рану но с любовью желая сделать мне просто благо да я хоть и испытываю физическую боль но на психическом уровне я понимаю что мне делают любовь и мясо отчасти даже хорошо да вот то есть тут просто скажем в этом пространстве временном временном измерении у нас идет небольшой конфликт но конечно же в вечности такого конфликта нету да вот по поводу критерии стены что когда мы слышим если нам хорошо то наверное можем еще раз прочитать комментарии татьяны все если сказано не добавить не убавить как хорошо слышать то что принимать сердце наверное это есть критерий когда ты слышишь истину то твое сердце радостно ее принимает а вот если нет то тут сомнений и вопросы и неприятия это все зависит от распаханности сердца человеческого и от его познания от того ну распаханности называя готовность человеку он уже вот-вот он может сам не может по руки свои мысли сформировать как мы говорим сами мы же сами себя познаем да мы познаем бога бытие и если человек к этому уже готов да но если он не готов к этому то его сердце не радуются не ликуются а всячески противится но при этом что человек может говорить истинную правду и делать всякую добро до этот критерий радости сердца и точно скажу но потом еще поправлюсь вот этот вот критерий что мне хорошо тепло добрый все правильно на сердце ну внутренним сердце же возьмем внутреннее состояние человека может быть даже его внешности она проявляется какой-то физической даже может быть все у нас взаимосвязаны мне просто хорошо даже по телу как говорят до мурашки или теплой энергии переливающиеся как мы понять не можем почему мы на что смотрим нам так отрадно мы порой сидим у моря ощущая теплый бриз и нам кайфово даже по телу да так вот этот критерий возможен опять при условии при другом критерии что этот человек искренне вас алкал и вас жаждал правды истины да тогда если человек абстрагировать полностью от всего его мировоззрение которую возможно ему пришила начиная с родители там общество друзей когда он вырос пропаганда там работодатель или наоборот работники когда человек полностью в жизни положил жить так как лично он не вася не стёпа не сосед не мои родители дети зятья или подруги друзья неважно я решился в жизни стать богом стать совершенным стать святым стать полностью любвеобильным стать как бог и только я то что считаю правильным я буду до исполнять это тогда да то что я считаю правильным но опять вы слышали что у нас очень любит разделять ум и сердце я выражаясь библейским языком очень люблю это наоборот совмещать это умное сердце умное сердце или чувственный ум как хотите да то шаг и мыслит и чувствует по идее это одно в ортодоксальном псевдо христианстве таком как православие католицизм есть такое понятие как там даже молитва якобы иисусова они пытаются соединить ум сердце вот это об этом и речь это когда ты истину услышав ее умом понимаешь что да это истина но сердце образ сюда это образ даже чувств конечно неправильно сердце это был образ желания всегда у человека чувствует уже образ тактильности это уже то что через глаза я вижу через уши слышу через руки ощущаю через язык тоже по сути передаются вкусовые там ощущения да это чувство это немножко не сердце а сердце это желание просто вот ум слышит желание хотя тоже понятие близко с волей да но это тоже разные вещи таки да я я услышал ушами все это в голову так назовем у нас любит и разделить ум и сердце вошло я услышал обдумал да я понял так истина это веганство это любовь к животным это отказ от первородного греха убийство беззащитных существ так я понял так сердце я захотел да это хорошо бы это правильно я услышал дело не в теплых на сердце еще что-то теплое нет вот татьяна написала никаких теплых чувств не возникает холодный ум как говорится я услышал я понимаю что это истина я знаю да мне причиняли боль я знаю что если корову режут я знаю что и больно потому что я пальчик ранил когда-то в детстве случайно молоточком ударил я знаю что если а и тем более могу представить что если я по пальчику сил ударил мне больно что же бывает когда меня кувалды по голове бьют так холодным умом я понял он говорит истину я понимаю это почему потому что когда-то через чувства я познал этот опыт сердце так что дальше сердце она хочет так поступить или нет она хочет поступать так как что со мной потому что под со мной весь поступали также я бы не хотел а наоборот хочу чтобы со мной поступали хорошо а это плохо что я буду делать я все понимает все в уме а что я буду делать вот сердце это желание да я хочу да я хотел бы так поступить но но я была в слабовольный как говорит слабо характерный помните как в джентльменах удачи да почему повесился слабо характерный а воля потому что есть плоть через которую внешне чувство я испытываю эту боль и я понимаю да я изберу это а что со мной будет потом что со мной будет потом я стану веганом у меня будет проблемы родители семья общество навального травят сажают я выскажусь вплоть до смерти может зарежет кто-то да я скажу что мусульманство проповедующие ненависть к животным и людям что это от дьявола меня мог прямо зарезать да я за навально выступлю мне мог посадить элементарно вообще просто за пост в интернете то что я просто скажу что да я считаю что нельзя воровать у всех на свете пенсионеров да и все хапать себе в это и считаю что нельзя такого человека который который эти воровство обличает до убивать в тюрьме за решеткой все за пост я могу сесть да я умом все понимаю вот зло вот несправедливость сердце моё конечно хотелось бы поступить вот поистине до заступиться за животных тоже сказал самому не убивать и сказать всем не убиваете но на весах то мои страдания даже за правду и вот тут какие чувства будут просто татьяна перечислила да возьмем что это не сердце а именно во всей сущности уже все растворится это не важно что это как раз плоть твоя будет ощущать до принимает то у нас ум ум все принимает очень важно понимать поэтому я скажу не сердце радостно а телу как раз радостно у тебя нет сомнений и неприятие нет у тебя как раз начнется неприятие вот он холодный вообще ему до лампочки сердце она хочет а вот плоть моя которая чувствует она говорит вы что совсем обалдели ум сердцем один решил другая захотела один вернее сделал выводы что это хорошо а другая захотел хра аят будут страдать то вам хорошо один понял другой захотел а я а я страдать то буду а мы это вместе как бы не раздельно неразлучно неизменно навсегда вот что будет разве кто из я что рассказываю вещи из космоса я слов и свалился нет в мир лежащий во зле когда ты будешь принимать истину и поступать по ней сам иисус говорил что меня гнали будут гнать и вас меня убивали могут убить и вас что оказывается за добрые дела а из за какой из добрых дел гнали и убили иисусом за все другими словами возможно иисус так говорил за какой злое дело вы хотите меня убить и гоните меня не было такого дела но он был гоним страдал и был жестоко убит также поступали со всеми пророками до него от первых песен начала сотворения мира и всех людей и так поступали со всеми учениками и всеми святыми людьми по всей земле неважно каким мировоззрением конфессиями или вообще никому они не принадлежавшие всех людей страдать которые страдали за правду за истину поэтому когда ты слышишь истину да в теории да у тебя ум просто принимает абстрагируясь это всего когда ты взвешиваешь любую информацию умом отойди от всего забудь про свое сердце мало и что она хочет уж тем более забудь про свою плоть который естественно хочет страданий да это бездонное дно она хочет только удовольствие забудь ты умом пока что хорошо что плохо а что хорошо что плохо очень легко понять я хотел бы чтобы поступали так со мной и наоборот я хотел чтобы так со мной не поступали все вот ум все понял дальше сердце хочет она этого не хочет ну или я это все вот так мы делим кого-то цене я ум не мой сердце нет это я но я это царь горы я сижу над всем этим я тот царек просто так сказать для скрути мультика у которого куча советников вот ум первый ты что скажешь он да вот это так это так вот случай сердце тышку будем делать не будем будем мы не будем о новом говорит ты что чувство или тело скажешь вся эта оболочка в которой я нахожусь мнение поэтому теплые чувства у вас вряд ли возникнут потому что в мире женщин возле святая жизнь творение добра истины в основной своей зачастую маши к сожалению потому что мир погряз во зле во тьме и лежит не просто в грехе а просто утонул в этой блевотины с ушами захлебнулся в нечисти творение зла выдается творение добра выдается за зло сладкая названа горькими горько наоборот горько и сладким тьма светом а свет тьмою вытворя добрые дела возвышая свой голос за правду за добро вы будете гонимы я говорю возможно понесете вред своему здоровью а может быть и лишитесь самой этой временной жизни конечно которая ничто но тело не хочет умирать никогда страдать через это тело вы не хотите уж не важно уму и сердцу я тот кто наверху как говорит мой высшее я логос я непонятно как через это тело чувствует и от боли от этой невозможно абстрагироваться поэтому попытками какой бы человек не был и чтобы он не исповедовал и чем бы не был невиновен признается во всем невозможно терпеть кто испытывал в жизни боль выше как говорится болевого порога я в аду прожил 55 лет по некой болячки я знаю что это такой ты все готов ты душу дьяволу продаж тут же это невозможно терпеть поэтому по поводу истины знаете критерия как такового только одно первое это алчба и жажда но это не один это одна цепочка первое это алчба и жажда правда то есть это ум который холодно желает определить что такое добро что такое зло и критерий и тут опять критерий в критерии да очень просто правило хотите чтобы слова не путать правило чем простой поступать другими так я хотел бы что поступали со мной вечно и наоборот что мне не делали ничего чего не хочу другими делать ничего чего не хочу чтобы делали мне вечности вечно что изо дня в день этого не повторялась или наоборот хорошая повторял все вот она цепочка где иисус горел блаженная алча и жажда правды вот он ум 2 сердце этого желать а третье чувство и вам придется с ними бороться потому что тело которое тленное будет конечно противостоять поэтому услышав это у вас сразу все зашевелится сразу все и как раз далеко не теплые это будут да это чувство но но если это высшее ваше я то есть вы во всей вот этой полноте с умом сердцем чувствами волей до которые по сути воли я очень часто пересекают что есть я это тот кто я это воля моя тоже так говорит как я вам всегда не раз говорил человек это совокупность его выборов но воля опять это что-то тип уже руки мышцы только вот сделать осталось да вот если вы действительно решаетесь на это и делаете это действительно сам иисус говорил несмотря на страдания даже тела вы будете блаженными что такое вот тогда ваше это внутреннее я казалось бы по плоти вы чувства испытываете болезненные но вот я будет испытывать какую-то нес измеримое удовольствие даже не поймем на какой-то орган действует вот в я уже нету ничего есть ум внутри внутри есть я я бог есть альфа-омега начало и конец но он не имеет ни начала ни конца без точки это спираль вечно раскручивая спираль бога спираль фибоначчи вот меня тоже не раз и слышали которые в макро мир вечно раскручивается точно также в макро мир вечно уменьшается вот это вот я который тоже неизвестно где которая знает добро и зло который хочет его и которая творя благо получает удовольствие творя другим ему это творят и наоборот получать не боли страдания если сам кому-то зло творит или ему творят но казалось бы вот именно при этой внутренне внешнем творение зла мне я должен испытывать боль я испытываю по плоти внутри мое это я почему-то радостно счастливо что это за орган который переживает объяснить вообще невозможно но я действительно счастлив что я в этом мире творю благо творю добро несмотря ни на что конечно же вечности это невозможно невозможно страдать по плоти в тебе будет борьба не борьба а точнее в тебе будет просто параллельно идти боль и счастье но царство небесное бытие бог блажен сам себе на сто процентов конечно же мы призваны и когда-нибудь будем в вечном блага бытие как иисус говорил как павел его ученик писал что побывав там что да мы даже представить не можем что приготовил бог любящим его это и так понятно это когда ты не будешь страдать не по плоти уже не естественно по духу дух я нус личность совокупность свободных выборов все это все об одном это что-то вот это вот тот я который вообще может это всего-то эти на даже него анализатор такой да как процессор вот я надеюсь я как бы объясню конечно татьяна может имел что-то намного проще хотел вот такую вот вам рассказать надеюсь все понятно если в простоте конечно по поводу просто радости конечно когда мы слышим но мы в этом обычно уже сами просто пребываем это называется со радости тоже немножко другую поэтому ты уже в этом просто есть вот а если ты только она понятно на в тебе есть это просто камертон вот и все ты сам такой другой такой да но по себе так скажем в этом плане просто так судить тоже нельзя надо вот это все понимать да иногда мы слышим понимаем что все это будет неприятно да но мы должны поступать по истине ладно на это все мне так редко короткие ролики не буду же растягивать я все сказал желаю всем счастья хотя в этом мире конечно же но временами приходится все равно страдать даже за свою добру жизнь но это временно все подумайте о своей вечности потому что будет однозначно большое разделение для чего но богом будет сделан для того чтобы кого-то там в аду вечно уморить нет просто мы все познаем на собственной шкуре к сожалению пока люди не попадутся шкуру а как убийца пойдет шкуру жертвы с кругом одни святые если он сам убийца и всех режет на лево право обладая физическими материальными возможностями значит нужно ему нужно его поместить в другое бытие где он окажется на месте этой жертвы потому что против лома нет приема если нет другого лома а святые будут со святыми и тогда вкусит радость благого бытия среди святых где никто тебя никогда не обидит где тебе всячески стараются доставить какой-то радость стоп 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 дорогие еще не ушли как всегда я уже закончил видео и чет пересмотрел свои комментарии но неважно один не заметил тот я назвал критерий истинная а это истинная и так бы я искрубировал как я вам рассказывал делаю ну ладно не суть еще десять минут вашего внимания арсений живтун тоже написал по поводу истины кролику бог разрешил разрешает но и убивать животных птиц рыб и пожирать их трупы арсений пишет у вас удивительная способность дмитрий отделять истину от лжи я столкнувшись с этим бредом но о том что бог но и там разрешил и всем в нем всем человеком убивать животных с этим бредом оставил попытки в нем разобраться принципе я вам все уже сказал еще раз чтобы и комментарии арсения не оставить без внимания и еще раз почему у меня такая удивительная способность отличать истина лжи можете ли вы этой способностью овладеть конечно и это очень легко я мужа об этом сто раз сто один тысячу миллион раз говорю в своих роликах смотря кто меня сколько смотрит и еще раз повторюсь истина от лжи очень легко отделяется первое я должен будучи свободным ибо бог есть свобода бога никто не принуждал мир творить он из любви его сотворил свободным актом он не боится ада его не заманишь раем он просто бог любовь и он просто свободно творит этот мир поэтому первый по своему образу и подобию проникая весь его своей природы первое это вы должны обрести свободу неважно что он горели в каких-то культах друзья родственники что ваше сердце уже в уме заквасил сегодня отключитесь от всего освободитесь я свободен я никому ничего не должен я должен только себе я буду отвечать за все свои поступки я не дядя стёпы не батюшку возьмет на себя мои грехи не иисус христос взял все мои грехи и и прошлое настоящее будущее заберет нет я буду отвечать иисус сказал когда он придет каждый получит то что он заслуживает каждому будет воздаваться по делам за добрые добром за худые худом на самом деле будет просто природа человека явлена у добра у добра у худого худая я свободен все мне никто не указ я хочу понять истину это первое условие второе как бы хотел чтобы поступали со мной что такое истина что такое ложь как бы хотел бы я хотел бы чтоб со мной поступали так как я поступаю с другими я хотел бы чтоб со мной не поступали так как я так плохо как я с кем-то поступаю даже на зло я хотел бы себе добра никто зла не хочет даже несмотря на то что самого творит я бы хотел чтобы мне все делали хорошо я понимаю что закон жизни он есть все что я делаю ко мне вернется сегодня завтра послезавтра в вечности я убил кого-то и пошло-поехало этот человек меня уже не убьет но у него был брат он убил еще кого-то тот убил еще кого-то во концовке убьют моего сына ко мне вернется это моего любимого человека а может быть так воспитают в секте моего сына который сам меня и убьет когда-нибудь все ко мне вернется вечности я хотел бы чтоб так было я вечен я бессмертен у меня нет страхов любовь свободы и бессмертия я хотел бы чтоб так было неважно что написано кто что приписал словам бога я я абсолютно свободен я вечен я не боюсь я пока боюсь это кому-то сказать но себе я готов когда я понимаю что это неправда что это зло я бы хотел вечно так прожить нет я буду счастлив живя так вечно скрываясь прячась не был не быв самим собой скрывающий молчащий о правде покрывающий зло человек такой же злодей он всегда будет мучиться сложно отделить добро от зло от зла истину от лжи нет как я я абсолютно свободный человек хотел бы каким я хотел бы видеть мир в вечности какой я вижу я свободно вижу свободное небесное царство прекрасный мир я уже об этом как-то свободной форме тогда в воронеже сидя водохранилище записал такой пятиминутный ролик простой критерий каким я вижу прекрасный мир честно откровенно знаю что все ко мне возвращается каким я бы я бы хотел жить там где я не думаю что я вышел из дома не закрыл дверь у меня все вынесли до булавки я хочу жить там где я иду не знаю кто меня вдавит по голове то ли прохожий то ли космонавт да ни за что я хотел бы жить в таком мире полном лжи обмана гордыни надмене тщеславия презрение хамство всего вот этого я хотел бы так жить нет но я бессмертен я это признаю да значит так придется значит у меня остался выбор между добром и зло да я свободен все никто мне не указ да я бессмертен я понял это я хотел бы так вечности чтоб поступали со мной с людьми с животными вот веганам не хватает любви к животным вы знали сколько веганов не христиан признаются мне в том что зачем мне любить я начинаю за любовь к людям это я не хочу любить человека вот животных они очень любят они за них страдают готовы даже умереть но вот я не хочу я не люблю людей мне вот приходится им проповедовать как же без любви то ты не будешь полноценным невозможно бог один любовь одна невозможно кого-то любить и кого-то не любить на что им сердце нет любви это все до определенного случая либо ты на белой стороне либо на черный да сама жизнь в делах она серая так скажем но истина сама по себе она абсолютная светом абсолютное благо абсолютная любовь удивительной способностью вегана христолюба отличать истину от лжи нет обычная естественный бог просто есть он истина ее отличать очень легко первое освободиться если вы не освободитесь от рабства всего на свете если вы не примете эту свободу за которую вы несете ответственность эта свобода конечно же она что дается недаром за нее придется отвечать если ты этой свободы будешь распоряжаться неправильно ты будешь что вкушать отдел своих беззаконий свои беззакония своих дел злых но другого варианта нет другого не существует пути пути не христолюбова придумал не он просто есть вы освобождаетесь полностью от того что вам кто-то бивал закваску вы полностью открываете богу истине вселенной кому угодно во что вы там на сегодня верите домовому кузи до кассиопеям мессиопеям кому угодно сегодня вы полностью открываетесь истине вы принимаете бессмертие всего божьего бытия личностного бессмертия без этого никуда если завтра умрем ешь пей веселись да вы на какой-то планке как вы сами мне веган это я не могу объяснить почему я так животным добрый он как бы не может 10 почему к животным добра к этим людям как бы вот так вот в нем есть да вот именно пытается труппажером доказать что нельзя убивать животных они округляют глаза когда мне пофигу я сделал тоже из мяса ешь пей веселись душа моя бессмертие открывает все эти закрывать все эти вопросы открывает этот путь познания истины вечно в аду жить невозможно а это от где мы живем на той же самой той земле мы его сотворили для животных для людей для природы которую мы рвем нещадно налево и направо я стал свободным я стал бессмертным по духу по телу и всегда по плоти и бессмертен к сожалению мозг упорствует я моё личное ну слогас у как угодно называют это высшая она упорствует если я все это принимаю остается только делу добра а добро тысячи миллион и один раз я буду говорить поступать с другими так как ты хочешь чтоб поступали с тобой и наоборот не делать другим так как ты не хотел чтоб делали это тебе когда ты дойдешь до высшей степени этого в мир лежащим возле ты поймешь что даже на добро ты хотел бы чтоб тебе ответили на зло вернее добро поэтому ты сам начнешь так отвечать сам поступать так исполнив при по примеру христа его учения любви даже к врагам временной любви чтобы сотворить свою сущность изменить ее проверить ее и явить ее другим что ты способен на все ради любви к божьему творению к богу во всем его творение даже к злу ты готов умереть даже за злодея чтобы явить ему свою любовь что ты не мстишь ему ты любишь его ты не отвечаешь злом на зло и все вы подниметесь на эту ступень упрётесь в этот потолок как сказал иисус станете как учитель и будьте абсолютно блаженны как иисус сказал будете пребывать как ангелы на небесах чего я вам всем искренне от горячего чистого веганского христолюбского сердца и желаю иисус сказал боже на небесах чего я вам все это сделаю иисус сказал он иисус сказал он Субтитры создавал DimaTorzok